Всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал. Дякую каждому из вас за то, что снова нашли время, заскочили. Как всегда, самая интересная ваша любимая болталка есть. Она в самом конце. Для тех, кто вдруг, если еще не в курсе, немножечко я изменил формат, поэтому сначала новости, потом хорошая рубрика и в самом конце вишенка на торте. Ваша любимая болталка, так что все есть, ребята. Я для вас подготовил, как всегда, новый выпуск. Надеюсь, он вам понравится. Всем желаю приятного просмотра. И помните, что подписка на этот канал обязательно. Она бесплатна, поэтому, ребят, подписывайтесь, не стесняйтесь и рекомендуйте своим знакомым. Ну а прямо сейчас переходим к новостям. Всем желаю приятного просмотра. Понеслась! Вот это новость из рубрики «Постучали со дна». Я бы даже сказал из бездны. О чем речь, ребята? Оскар Кучера решил тут о нравственности поговорить. Это все после интервью Панина у Собчак. Уже как бы, да, Панин, Оскар Кучера. Это уже звучит смешно. Вы, в общем, можете себе представить, Кучера осуждает Панина, господи. Это просто днищенский переполох, ей-богу. Что один, что второй, вы же сами понимаете, ходячий кринж, как сегодня говорят. Значит, моралист Кучера говорит, что поведение Алексея Панина на интервью было предсказуемым, потому что Панин давно уже славится скандальными поступками. И вообще он не очень-то далекий человек. Я просто рыдаю. Кучера вот так вот решил высказать свою оценку, точнее дать ее. В общем, единственное, что Кучере понравилось, сказал, что дочь приятная и ему очень ее жаль. 15-летнюю Анну. А давайте теперь перейдем к самой цитате от Оскара Кучера. Да и думаю, все же гляну интервью этого Панина. Посмотрел. Во-первых, Ксюша. Зачем? Во-вторых, Ксюша. Респект, что выдержала этот трэш. Обсуждать тут, естественно, нечего. Больных не обсуждают, а это существо больное. Я счастлив, что эта болезнь не сказалась на его дочери. Она прекрасна. Не по годам взрослая. Терпение и сил тебе, девочка. Найди себя скорее беги от этого. И мне стыдно за то, что он называл фамилии чудесных актеров, которые не заслуживают того, чтобы этот человек их хоть как-то упоминал. Жаль, Ксюша, что ты не вырезала эти фамилии. Вывод. Не будьте мной. Не тратьте время на ничтожество. Да, с Панином все понятно. А вот дочка другое дело. Очень красивая девочка. Умная, с поставленной речью. Умница просто. И вы правы. Быстрее бы повзрослела и ушла бы из этого ада. Теперь уж точно не буду смотреть интервью. Благодарю вас, что уберегли меня. И надеюсь многих от неприятного просмотра. Вот так высказался Оскар Кучера. Тут прям хочется Оскар. Я, конечно, все понимаю. Алексей Панин человек кринж ходячий. Позор, да. Много всего уже наделал. Ты-то включи свои интервью у Корчевникова, у Дудя и послушай, особенно у Дудя. И внимательно посмотри на себя со стороны. Еще раз. А я жду ваших комментариев. Мы двигаемся дальше. Влад Яма после шквала хейта вдруг неожиданно похвастался благодарностью от военных. У себя на странице в инстаграм в сториз. Он опубликовал снимок благодарности, которую благотворительному фонду Florida for Ukraine вручили командование и личный состав 24-й отдельно механизированной бригады имени короля Данила. Как говорится, в благодарности фонд, в состав которого входит Влад Яма, очень помогает Украине, а конкретно укрепляет обороноспособность страны и поддерживает ЗСУ. Вот так, ребята. Так что пока обычно народ хейтит Влада Яму, тем самым, видите, военные его благодарят за помощь. По крайней мере, он это все у себя выставил в инстаграме. А я жду ваших мыслей. Макс Барских представил украиноязычную студийную версию своего хита «Туманы» вместе с лирическим видео к нему, так что вы можете забежать к нему на канал, если вам интересно, и послушать. Композиция «Туманы» стала частью украиноязычного альбома Макса Барских, получившего название «Зоры пад». Выпуск пластинки запланирован на 8 сентября и станет восьмой по счету в его карьере. Альбом «Зоры пад» будет состоять из четырех хитов, которые уже известным поклонникам Макса Барских благодаря туру «Знайты Сэбэ», а также шести совершенно новых композиций. Макс Барский готовит этот альбом почти целый год. По его словам, он хочет, чтобы эти песни принадлежали нашей стране и нашим потомкам. У Даши Оставхевой 4 августа вчера был день рождения. Ей исполнилось 38 лет. И в преддверии своего дня рождения она представила проект «Андербукс» — приложение, в котором собраны книги только украинских авторов. Главная цель проекта — поддерживать талантливых украинских авторов, создающих украиноязычную литературу. Это приложение она создала вместе со своим бойфротом, имя которого она почему-то вскрывает, как и, собственно, его личность. И вот ее цитата. «Мы так вечером с парнем сидели, что-то слушали вместе, и потом я показала стихи, которые я когда-то начитывала. Он говорит, у тебя такой голос, будь ты президентом, или если бы ты призвала к каким-то решительным действиям, то я, пожалуй, пошел бы за твоим голосом. Я говорю, это моя мечта — озвучить что-нибудь классное, нужное. Он работает в эти сфере. Он говорит, так давай создадим. Зачем нам ждать? И в итоге мы создали то, что будет спасать украинцев. Также Даша Стафьева объяснила, почему она не спешит показывать своего избранника публично. И вот ее цитата по этому поводу. «В прошлых отношениях я почувствовала, что нужно рассказать, и это, возможно, вдохновить тех людей, которые разочаровались в отношениях и людях. И это определенно сыграло не очень хорошо для этих отношений. Поэтому сейчас все, что я могу сказать. Отношения — это то, что меня спасло. То, что наши отношения перешли еще в профессиональную сферу, мы работаем вместе. Для меня это самое большое спасение». Ну и также Даша Стафьева призналась, что родные ее парни сначала скептически относились к их роману и не воспринимали ее вообще. Сейчас она все переосмыслила и свою карьеру и так далее. И вот еще одна ее цитата. «Очень много было нареканий именно к моей профессии. Родные моего парня не воспринимали меня, переживали, что обо мне скажут люди. Поэтому я сейчас как никогда настроена на создание семьи, на то, чтобы развиваться вместе и быть хорошим примером для людей». И в певческую карьеру она сказала, что возвращаться не собирается, во-первых, из-за неудачной операции на голосовых связках, и также физически тоже она не может петь, а во-вторых, у нее изменились приоритеты. Вот такая вот история. Я жду ваших комментариев, а мы дальше бежим. Потап в интервью изданию «Вива» прокомментировал решение своей бывшей супруги Ирины Горовой, сменить название основанной ими продюсерской компании «Мозги Энтертеймент». И вот цитирую, что он по этому поводу сказал. «Настоящее время компания «Мозги Групп» стала компанией открытого типа. Это был тот эволюционный процесс, которого ждали все в компании достаточно давно. Эти изменения были ожидаемы. Война просто ускорила момент, когда «Мозги Групп» из компании закрытого корпоративного типа превратилась в компанию открытого типа, изменила название и сделала ребрендинг. «Я остался акционером этой компании, и это тоже мой бизнес». По его словам, администрирование компании не то, на что он тратит свое время. И вот по этому поводу тоже он сказал. «У меня другой масштаб взгляда на бизнес и его задачи. Этот мир, технологический процесс, развиваются с бешеной скоростью и оборотами. И это темп, которого я стараюсь придерживать». Ну а комментируя отношения с бывшей женой, он назвал их «деловыми». Напомню, что они развелись, но тем не менее они прекратили сотрудничество. В конце концов, у них общий ребенок. Вот, поэтому работает. Это, кстати, удивительно. Действительно, насколько все-таки Ирина Горовая, я не знаю, она мудрая, сильная женщина. Потому что не каждая, поверьте, была бы готова к тому, что вот она будет сотрудничать дальше с бывшим, который, собственно, с Настей Каменских. Они вместе работали, вместе все создавали, а потом вот как у Дорофеева и Кацурина произошло. Ну, вы видите, Ирина Горовая, говорят, дама с таким железным характером. Поэтому, видимо, и работает. Что вы скажете, мои дорогие? Состояние Селин Дион, которая страдает неизлечимым заболеванием, к огромному сожалению, пока что не улучшилось. Болезнь по-прежнему не позволяет ей выходить на сцену. Семья до сих пор не смогла найти эффективное лекарство, поэтому ей становится пока что только хуже. По крайней мере, об этом рассказала ее сестра Клодет Дион. Сейчас Селин Дион проживает еще с одной сестрой, Линдой, а та помогает Селин искать способ побороть болевой синдром. Хотя лекарства от этого заболевания не существует, она все равно пытается бороться с его симптомами. Но пока что неудачно. И вот как комментирует ситуацию состояния здоровья сестра Селин Дион Клодет. Мы не можем найти какие-то лекарства, которые работают. Но важно надеяться. Честно говоря, я думаю, что ей в большинстве случаев нужен просто отдых. Она всегда делает все возможное, пытается быть лучше в своей сфере. В какой-то момент ваше сердце и тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к этому. Напомню, что еще в конце 2022 года Селин Дион призналась, что у нее диагностировали редкое заболевание, которым страдает один человек на миллион. Синдром ригидности. Из-за своего диагноза она не может безболезненно двигаться и петь вообще. Поэтому вынуждена была отменить европейский тур. 8 месяцев назад она пообещала сосредоточиться на устранении симптоматики и пообещала сотрудничать с лучшими врачами. По состоянию на сегодняшний день она все еще не может петь и безболезненно, к сожалению, двигаться. Но, как сказала сестра, мы, конечно, должны только верить и надеяться. В любом случае, главное, чтобы она себе только приносила пользу. Даже если придется отказаться от сцены. Это, конечно, ужасно для артиста. Но я надеюсь и верю, что все-таки Селиндион еще споет и вернется. В конце концов, вы знаете, что она не фанерщица. Она не может выйти и просто открывать рот. Она всегда пела вживую. И пела прекрасно. И дай бог, чтобы и пела дальше. У Меган Маркл 4 августа вчера тоже был день рождения. Ей, кстати, исполнилось 42 года. Свою днюху она отмечала со своим принцем Гарри, само собой. Ну и друзьями в одном из ресторанов в Монте-Сито. Папарацци сфотографировали их, когда они выходили из итальянского ресторана, популярного среди звезд. Меган была одета в черно-белое платье с открытыми плечами австралийского бренда. По СЕ за 240 долларов. А в руках держала сумочку стоимостью 525 долларов. Как вы видите, по папарацци они все внимательно изучили и сразу ценники прикрепили. Так что, ребята, несмотря на слухи о том, что они расстаются, они все еще вместе. Живут в своем роскошном доме в Монте-Сито. Недавно выкладывали совместное видео на своем сайте. Вот сейчас вместе день рождения праздновали. Ну, в любом случае, время все расставит по местам. Может быть, у них сейчас какой-то сложный период в жизни, с которым они справятся. Либо не справятся. Как говорится, кризис наступил, а дальше время покажет, чем эта история продолжится. Земфира рассказала о своих ближайших концертах и о том, как она к ним готовится. Ну и, конечно же, она затронула тему войны в Украине. Об этом не сейчас, как вы понимаете, сложно молчать. Все это дело она опубликовала в Телеграме, высказалась о своих новых песнях и альбоме, которые готовят. Ближайшие три концерта у Земфира запланированы в Риге, Алма-Ате и Астане. Сейчас она много времени посвящает репетициям и говорит, что, как всегда, нервничает перед выступлениями. Цитирую. Так получилось, что мой коллектив разбросан, если не по планете, то по Европе. Это неудобно. Но что значит неудобство, когда идет война? Также Земфира рассказала, что недавно переслушала свои новые песни «Мясо и Родина». И вот еще одна ее цитата. Если что, я крайне редко слушаю свои песни. Это хорошие и сильные песни обе. Моя новая грань. Ну и, ребят, пожалуй, самая приятная новость для всех ее поклонников. Она пишет новый альбом, для которого уже есть вечные песни, как она говорит. Но пока еще не пришло время их выпускать. И вот по поводу нового альбома у нее была такая цитата. Они слишком светлые. Я, как все, жду окончания войны. И потом, видимо, она выпустит свой новый альбом. Макс Фадди. Помните, да, что он был певцом, потом стал продюсером, потом было много скандалов, лейблы, звезды. Он там на всех обижен и так далее. Сказал, чтобы я когда-нибудь с кем-то еще работал за деньги. Пошло все вон. Никогда только с творческими людьми. И только помогать, подсказывать, и не более того. И вот появляется новость, что у Максима Фадеева запуск нового проекта. Он начал работать с Натальей Гордиенко. Это уроженка Молдовы, которая представляла свою страну на Евровидении в 2021 году. Помните? Тогда еще ее песней занимался Филипп Киркоров и его команда. Ну и в общем, как вы поняли, она продолжит свою карьеру в России под крылом Максима Фадеева. Кто такая Наталья Гордиенко? Я о ней мало что знаю. То, что я услышал, узнал, она девушка, жена какого-то очень богатого человека. Очень богатого. Поэтому, естественно, Максим Фадеев тут только про творчество. Никаких денег, никакой корысти. Вот, собственно, и все, что стоило доказать. Но я не осуждаю, это нормально, потому что любой человек должен брать за свою работу деньги. Это правильно, это абсолютно нормально. Просто, знаете, немножечко не сходится. Когда человек говорит, что все-все-все, мне после этого всего надоело. Когда он там сам жаловался на всех этих артистов, которые к нему приходили за деньги своих мужей, отцов и так далее. И все это было проблематично. Он сказал, что не будет только про творчество. И вот, пожалуйста, Наталья Гордиенко. Там, конечно, только про творчество. У американской актрисы Тори Спеллинг оказывается все очень сложно. Во-первых, после развода с мужем главной ее проблемой стала плесень в доме. Значит, она приняла решение. Приехать, чтобы не рисковать здоровьем своих пятерых детей из-за сложной финансовой ситуации. Они сейчас живут в трейлере. Они жили сначала в мотеле, в одном, в другом. И как пишут западные СМИ, что у нее совсем печально все с финансами. Что меня, в принципе, удивляет. Нет, то, что она, конечно, не Марго Робби, там, не Дженнифер Энистон, это понятно. Но, насколько я помню, ее папа, он же продюсер. Он был продюсером всего, чего только можно. Всех сериалов, каких только возможно популярных и так далее. Мне казалось, что, в принципе, она далеко не из бедной семьи, все у нее в порядке. В конце концов, муж, да, тоже не бедный человек. Что ж так все плохо, что они живут в трейлере? Может, им, конечно, нравится. Но я желаю им разобраться с плесенью и вернуться, конечно, в дом. Настасья Самбурская четко и ясно дала понять, по какой причине она не хочет сниматься в универе. Я вам говорил, что этот сериал будет сниматься дальше, продолжение. Но Настасья Самбурская, по-моему, единственная из всех, кто там снимался, не будет продолжать принимать в этом дело. И вот, что она написала. Одно дело сидеть на диване и смотреть кино, а другое сниматься в нем. Вы же ничего об этом не знаете. Вы на работу ходите бесплатно? Вам не повышают зарплату три года, и вы все равно радостно туда бежите, только потому, что про вас кто-то что-то там плохо подумать может. При том, что ваша фирма далеко не банкрот, а продолжает наращивать капитал. Я работаю, у меня есть ставка, она с каждым годом растет. Где-то я могу сделать исключение и пуститься, а где-то могу попросту замахаться, играть одно и то же 10 лет подряд. Поэтому должна быть мотивация. Моя мотивация – это зарплата, а не то, что ты, девочка, придешь и не увидишь Кристину на экране, и тебя это расстроит. Вы поняли, что Настасья Самбурская отказалась принимать участие, потому что ей не заплатили тот гонорар, который ее бы смотивировал. А теперь внимание, очень хорошая новость. Ученые выяснили, что гладить собачек полезно для здоровья. После 5-20 минут общения с собакой у человека снижается уровень кортизола, гормона стресса. При этом растет окситоцин, гормон счастья. Его повышение помогает укреплению иммунитета и улучшает состояние нервной системы. Исследователи также говорят, что положительный эффект есть как и от поглаживания своего питомца-хвостика, так и от чужой собаки. Не важно. Так что, ребята, если вы хотите зарядиться положительными эмоциями, если вы хотите улучшить свой иммунитет, пожалуйста, идем и гладим всех собак. Даже если у вас их нет, вы всегда можете пойти в приют ближайший, и там хвостики с удовольствием будут рады, чтобы вы их погладили. И вам будет хорошо, и я очень благодарен. Это еще один дополнительный пунктик, по которому нужно ходить в приюты для животных. Вернемся к Ардиби, к микрофону всей этой ситуации. В последнее время Ардиби, это, конечно, вообще отжигает девушка по полной. Так вот, помните, да, она швыряла микрофон, на нее завели дело, ну, как иск был подан от потерпевшей. Так вот, Ардиби полностью оправдана по делу о броске микрофона зрителей. Вот так вот. Адвокаты Ардиби сообщили изданию ТМЗ, что получили уведомление от полиции о снятии всех обвинений с нее в результате проведения исследования. Напомню, на одном из концертов, Ардиби сначала сама попросила зрителей облить ее водой из-за изнурящей жары, а потом бросила микрофон в одну из своих фанаток, которые окатили ее какой-то жидкостью со льдом. Позже выяснилось, что полетевший в зрителя микрофон отрикошетил в другого человека в зале. И именно она подала, но ничего не получилось, потому что ее оправдали. Кто бы сомневался. Ну а пока певица Слава, пока Успенская, и все те пострадавшие, а их оказывается очень много, там уже не 50, я так понял, там уже сотни девушек. И репутация у Тимура Хайдарова, пластического хирурга, я так понял, ужасна. Пока его все пытаются вывести на чистую воду, лишить лицензии и наказать, тем временем он уехал в запланированный, как он говорит, отпуск в Горецию, я так понял. Вместе с Азой Бедросовной демонстрирует там его тело и все такое прочее. В общем, смотрите на это все. Аза Бедросовна никак не угомонится и продолжает защищать Тимура Хайдарова. У меня вообще только один риторический вопрос. Сочнее, это не вопрос, а просто, но вы понимаете, да, что Аза Бедросовна, как она не любит все американское и западное, а сама при этом шалунишка снова отдыхает в Греции. Вот так вот. Ну, ничего нового, лицемерие наше все. Бывший дом Меган Фокс или Броне Джеймса в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 6 миллионов 390 тысяч долларов. Говорится, что в доме раньше также проживали певица Карди Би и МГК. Я не знаю, кто это даже. Также особняк появился в фильмах «Смертельное оружие. Морская полиция. Лос-Анджелес». Внутри 6 спален, 7 ванных комнат, гостиная с камином, домашний кинотеатр, библиотека и спортзал. Около дома бассейн, открытая кухня, спортивная площадка, беседка и более сотни фруктовых деревьев и пальм вокруг него. Шикарный дом. Я бы с удовольствием приобрел. Пока нет денег. Ребят, кто хочет, покупаем. Мне, конечно, Меган Фокс написала, чтобы я сделал рекламу. Она мне заплатила, естественно. Все только за деньги. Похищение невест в Казахстане предлагают сделать уголовно наказуемым. Вот так. Такая статья Уголовного кодекса уже имеется в уголовном законодательстве Киргизии, Туркмении и Узбекистана. И теперь хотят в Казахстане. Я так понял, что это традиция перед свадьбой похищает невесту, но теперь хотят это все дело уголовно наказывать. Сюжет сериала «Ведьмака» на Netflix упростили из-за глупой американской аудитории. По крайней мере, так рассказал продюсер сериала Томаш Богинский польскому изданию. И вот что он говорит. «Публика меняется. Мы отказываемся от прилично следственных цепочек линейного повествования, которые представлены в книгах. Что касается сериалов, то чем моложе публика, тем менее значима логика сюжета. Зрителям нужны чистые эмоции. Голая эмоциональная смесь. Эти люди выросли на TikTok и YouTube. Они прыгают с видео на видео. Когда сериал делается для огромной массы зрителей с разным опытом и с разных уголков мира, и большая часть из них американцы, упрощение не просто имеет смысл, они необходимы. Нам больно от этого, и мне тоже больно. Однако, чем больше в истории нюансов и комплектности, тем меньше зрителей будет это смотреть. Иногда упрощения могут зайти слишком далеко. Но мы должны принять эти решения. Вот так, неожиданно, публично высказался польский режиссер, точнее продюсер. Ну, я, во-первых, хочу сказать ему большое спасибо за такую открытую правду, да. Во-вторых, в принципе, я уже это предполагал давно и говорил об этом неоднократно. Но я категорически с этим не согласен. То есть, получается, мы что дальше поощряем какую-то тупость, да. То есть, не нужно вообще ничего думать. Все настолько поверхностно, предсказуемо. Почему про «Ведьмака» я заговорил? Потому что, действительно, первый, там, второй сезон людям понравился. И все с нетерпением там ждали дальше. И вот, когда последний сезон, я не помню, третий или какой. Третий, по-моему, да? Если я ошибаюсь, поправьте меня. И вот все разочаровались. Я не смотрел, но вы сами видите, что происходит. И я это вижу. Мы все это видим. Что кино стало настолько какое-то неинтересное, скучное. Я бы даже сказал, не скучное, оно какое-то дурное. А оно вон как. Они ориентируются на общую массу. И почему-то именно выделили юную американскую аудиторию, которую считают они абсолютно глупой, поверхностной. Для того, чтобы не напрягать, так сказать, их умы, решили вот такую ерунду делать. Я с этим не согласен. И куда мы с этим придем потом? У нас и так, посмотрите, что происходит. Но, ребят, давайте будем честны. Огромное количество людей не то, что не знают, что такое критическое мышление. Они вообще, в принципе, далеки от какого-либо мышления. Если с такими фильмами и сериалами, и тиктоками это все будет продолжаться. Мне сейчас вспомнился сериал «Бункер», честное слово. Но вы поняли, да, к чему я это все приведет. Ужасно, печально. Но это правда сегодняшнего дня. Может быть, вы с этим не согласны. Пишите свое мнение, с удовольствием выслушаю. Очень интересная тема. А прямо сейчас я хочу всем напомнить. Не забывайте, что каждый ваш лайк, каждый ваш комментарий очень важен. Поэтому, ребята, поставьте. Это все помогает продвигать канал. И дальнейшая жизнь, конечно же, канала от этого тоже зависит. Поэтому не скупитесь. Минимум, чем вы можете отблагодарить блогера за его работу, это посмотреть ролик, начало до конца. И, конечно же, поставить лайк, прокомментировать и подписаться. И большое спасибо всем вам, кто это делает. А если вы забыли, прямо сейчас ставим лайк и продолжаем смотреть новости. Британским трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях. Правда, пока только в гребном спорте. Теперь участвовать в женских турнирах в Великобритании смогут только женщины по рождению. Вот такой вот закон они там приняли. Но пока что так, ребята. Я думаю, что сейчас, конечно, многие будут недовольны. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Высказывайтесь. Я все приму. Доджа Кэт стала хедлайнером возвращения шоу Victoria's Secret. Она подготовила особое выступление для шоу. Также она один из приглашенных дизайнеров. Внимание, да. Например, один из образов. Нюдовые леггинсы. Бра и накидка из латекса. Так что, ребята, 26 сентября напомню. На прайм-видео состоится премьера шоу от Victoria's Secret. Это очень масштабно всегда. Это очень красивый эффект. На мне нравится. Хотя я далекий от этого всего. Это все красиво, действительно. Потому что и девчонки шикарные, красотки идут. Прям одна лучше другой. И все это преподносится именно нетипично. Вот знаете, когда обычно музыка. Там они с каменными лицами идут. А тут прямо пританцовывают. И улыбаются. Это все как-то жизнь. Ну, по крайней мере, так было. Я не знаю, как сейчас. И какие модели сейчас выйдут в условиях нынешних трендов. Чтобы и бодипозитивы. Все вот эти дела. Поэтому я ничему не удивлюсь. Опять же, это не мое дело. Все увидим 26 сентября. Но шоу очень красивое. И всегда были, по крайней мере. Мне все нравилось. Луи Виттон выпустили часы с Альбертом Эйнштейном к десятилетию благотворительного часового аукциона Only Watch. В них вы найдете ювелирную микроскульптуру, 18-кратное белое золото, бриллианты, гравировка ручной работы лучших мастеров, эмаль в технике Гризайль, детализированный до волосков портрет Эйнштейна, выводили 50 часов. А мелкие надписи еще 80. Скульптура оживает при нажатии на кнопку. Время будет отображаться на лбу. Цена присели все. Очень большая. Ребят, там цена будет 1100 долларов. Где-то так будут часы стоить. Ну, короче, очень много. Понятное дело, что это не для нас с вами. Тиктокер Эммануэль Лустин сыграл свадебу сразу с 10 женщинами. Как вам? Цитирую, почему он так сделал. Вот как он это все объясняет. Моя идея была в том, что я делаю все это для женщин. И я пытаюсь показать женщинам, что вот это, чего вы все заслуживаете. Это то, чего заслуживают женщины от мужчин и кого бы то ни было. Вот так он это все объяснил. Надеюсь, что свадьба не настоящая. Что значит вот это, чего вы заслуживаете, это он о себе, что ли, говорит? Я не понял. Откуда такое самомнение о себе? Инстаграм представил интересное обновление. Теперь незнакомцам можно писать в Дирик только одно сообщение, причем текстом, а не голосовыми или фотографиями. И это прекрасно. Я потом вам в конце расскажу, почему. Переписываться без ограничений можно будет только после того, как собеседник ответит вам. Никаких больше вот этих всех фотографий без спроса. Представляете? Слава тебе, Господи. Наконец-то. Наконец-то инстаграм. Я надеюсь, все остальные последуют такому же примеру. Но я потом вам в болталке обо всем расскажу. Ребята, значит, в зоопарке в Китае случился скандал из-за местного медведя. Возможно, вы уже знаете новости. Посетители решили, что зоопарк вместо настоящего медведя показывает человека в костюме, причем не очень хорошего качества. Поддельное так называемое животное. Все стали писать про него в СМИ, паблике. Вот, ребят. Мишка-то оказался настоящий, просто он необычный, да, из-за того, что у него там лапки и складки были, то люди предположили, что это человек в костюме. Я, если честно, вообще с трудом себе представляю, что значит человек в костюме вместо зверя. Это какой-то бред. Но, если честно, когда я смотрел на этого Мишку, это уже, так знаете, такой необычный. Но бедное животное взяли, захейтили. Ну, просто он такой необычный. А Тинакунаки быстро нашла замену Винсану Касселю. Конечно, это не Винсан Кассель. Ему до него, может быть, никогда не дойти. Но, по крайней мере, молодой, что уже для многих будет хорошо, наверное, поскольку все говорили, вот, что это старый пердун с такой молодой красоткой. Это никуда не годится. Почему, зачем? Мы все против этого, этого не должно быть и так далее. И вот Тинакунаки не скучает. Уже с молодым парнем зажигает. Еще бы. Она красивая. А ее пресса-то, конечно, вообще. Просто браво. В Иране будут давать до 10 лет тюрьмы за отказ от ношения хиджаба. Контролировать все будут камеры с искусственным интеллектом. Раньше за это можно было получить два месяца или штраф. Десять лет, ребят, за то, что хиджаб не так или как-то еще не носишь. Но это вообще, это трэш. Я не знаю, что они там вообще себе думают. Хай бог милую. Я искренне сочувствую. Вот просто сочувствую всем женщин Ирану. Американская актриса Гвинет Пелтроу предложила любому желающему бесплатно провести одну ночь в ее гостевом доме. Дом Гвинет Пелтроу находится в Калифорнии. Внутри стильный дизайн. Высокие потолки, камин, джакузи и еще куча всего прочего, как вы понимаете. Для гостей весь дом наполнен продукцией бренда актрисы Гуп или Гоп, я не знаю, как правильно. Кроме того, счастливчики смогут купаться в бассейне, поужинать с самой Гвинет Пелтроу и ее мужем, телеписателем Брэдом Фелчаком и выпить вина из их винотеки. Ребята, но есть нюанс. Все это лишь рекламное сотрудничество Гвинет Пелтроу и платформы Airbnb. 15 августа на платформе появится возможность забронировать дом для двоих гостей на одну ночь 9 сентября. Кстати, Airbnb похожим образом сдавал дом мечты Барби в Малибу, Калифорния и тоже бесплатно в рамках рекламной кампании. Вот же, кому-то повезет. Даже в целях рекламной кампании все равно это прикольно. Я бы хотел. Значит, блогерша Наташа Гасанханова или Гасанханова, я не знаю, куда правильно ударение поставить. Прошу прощения заранее. Она ведет на ютюбе шоу Да-да, нет-нет. Сейчас не об этом. Они там, в общем, с очередной героиней сидели и обсуждали какие-то истории. И в какой-то момент Наташа в своем выпуске послала Андрея Петрова, далеко и надолго, не будем уточнять, и рассказала такую историю, что якобы он продал свой телеграм-канал, чтобы вложиться в виллу на Бали, где он сейчас живет. Жизнь там у него якобы не задалась. В общем, его бросил парень, деньги не на чем стала зарабатывать. И поэтому он там якобы творит какой-то кринж и дичь. Во-первых, да, я знаю, что многие сейчас такие, кто эти люди, зачем нам вообще Андрей Петров или сейчас, как он, Милана Петрова. Я не совсем понял. Во-первых, какой телеграм-канал он продал, потому что я зашел на его два телеграм-канала специально перепроверить. Я так понял, что он все и постит дальше. То есть они ему принадлежат, поэтому хотелось бы сказать, Наташа, уточняем, про какой телеграм-канал. Я не знаю, правда это или нет. Милана Петрова, как уже сегодня, она, конечно, персонаж очень яркий, одиозный, противоречивый, не всем заходит и так далее. Я тоже не являюсь поклонником, не слежу за жизнью. Не знаю, как там на самом деле, но, по крайней мере, хотите вы не хотите, но огромное количество аудитории. Мне столько аудитории, как у Миланы Петрова. В общем, вот такая вот история. Парень бросил, денег нет, живет на Бали. Ну а к себе на родину, конечно же, он вернуться не может. Она, простите, поскольку ее тут же посадят. Она выступает против власти своей родины, а также поддерживает Украину с самого начала полномасштабной войны. Ну и последняя новость из мира шоу-бизнеса на сегодня, это Светлана Лобода. Она тут недавно показала редкие кадры своего приватного видеодневника, как она ездила по Украине. Помните, где-то несколько недель назад Светлана Лобода проехалась по некоторым городам Украины, это Днепр, Херсон, Запорожье, Киев, Николаев, Кривой Рог, Харьков и так далее. Вот эти вот скандалы, помните, с девочкой были в Харькове и так далее. В общем, она ездила, поддерживала. Ну, благотворительная миссия, я так понял, у нее была. И вот сейчас она выложила у себя посмотреть, как это все происходило. Такой так называемый видеодневник. Я знаю, что к Светлане Лобода многие очень по-прежнему негативно относятся. Вы можете смотреть, можете не смотреть, но она является звездой. И, конечно, я о ней буду говорить, как и о многих других, о которых мне тоже не хотелось бы говорить. Ну вот такие вот они звезды. Ничего с этим не поделаешь. Так что, Светлана Лобода всем сердцем с Украиной. На этом основные новости на сегодня закончились. Но у нас, как всегда, будет сначала рубрика хорошего, доброго, приятного. Ну а потом, сразу после нее будет ваша любимая болталка, под которую вы можете, конечно же, уснуть. А прямо сейчас еще раз хочу всем напомнить, не забудьте поставить лайк сердечко. Ну а теперь врываемся в рубрику добра. Погнали! Вы только посмотрите на это чудо, которое так смачно кушает арбуз. Вот это называется чудо древесное кенгуру. Его спасли. Он уже практически всю реабилитацию прошел. Выглядит потрясающе. Аппетит у него замечательный. Древесное кенгуру. Да и такие бывают. Милейшие создания. Очень милая, красивая. Чаровашка просто. А сейчас берегите свои мимиметры. Показываю вам первый месяц жизни котят снежного барса. Я уже говорил, что почти месяц назад в реабилитационном центре самка снежного барса, которая, как вы видите, чувствует себя прекрасно, родила малышей. И вот, собственно, можете посмотреть, как это все происходит. Мальчик и девочка. Во-первых, я благодарен людям за то, что спасли ее. А во-вторых, все отлично у нее. Продолжение рода. А смотреть на такие видео, это вообще, конечно же, счастье. Вы только посмотрите на это видео. Вот что вы видите? Я вижу красоту природы, во-первых. Во-вторых, милейших котиков, которые играются. Маленькие котята нашли горку и постоянно там вот весело проводят время. Что тут сказать? Дети, они есть дети. И неважно, это котики или собачки. Все любят кататься, спускаться на горки и веселиться. Я думаю, что это видео вас точно улыбнет. Еще одна хорошая история о том, как люди реанимировали олененка, который, к сожалению, немножечко нахватался воды, не рассчитал своей силой. Ребята просто отдыхали на своей лодке, увидели, как тонет вот этот олененок. Они его тут же достали, сделали искусственное дыхание. В общем, откачали его, доставили на берег. Он пришел в себя. Благодарить не стал, но побежал дальше по своим делам. А людям большое спасибо, что не прошли мимо. Еще одна у нас прекрасная история о спасении вот такой маленькой речной выдры. Ее спасли. Вы только посмотрите на эту милоту. Вот как вы еще до сих пор можете обижаться на слово выдра. Я считаю, что это нужно записать вообще в комплименты. Покруче, чем солнышко и все остальное. Милейшее создание. Людям, как всегда, спасибо. Ну и последняя история из рубрики Добра на сегодня о спасении Хвостика по имени Грейси. Ее нашли в ужасном состоянии. Не было ни малейшей уверенности, что она будет радоваться жизни и вообще выживет и доверять людям. Но любовь творит чудеса. Девушка не могла пройти мимо. Забрала. Уже буквально через неделю она стала немножечко приходить в себя. Стала более живой, активной. Вы только посмотрите. Сейчас она живет в большом доме. У нее любящая семья. Ее обожают и любят. И в какую красотку она превратилась. Все благодаря неравнодушным людям и любви. Любовь творит чудеса. На этом рубрика хороших, добрых новостей закончилась. И все те, кто желают дальше продолжить, я для вас с удовольствием продолжаю свою рубрику «Болталка». Пусть будет так. Знаете, не будем изобретать велосипед. По факту мы тут с вами сидим и болтаем. Точнее, я болтаю на болевшем, а вы меня слушаете и комментируете. Так что, ребят, продолжаем. Во-первых, я немножечко напрягся. Знаете почему? Сегодня уже 5 число. 5 августа. Кстати, завтра воскресенье. Выходной. Да, уже выходные наступили. В субботу я иногда забываю. Так что, завтра меня не ждите. Это первый момент. Во-вторых, 5 августа. И до сих пор моя хозяйка подозрительно молчит и не выставляет мне счет, но не говорит, сколько там денег за коммунальный. Я так обычно всегда переживаю. Знаете, когда вовремя мне не говорят. Обычно всегда 1-2 числа она уже всегда мне скидывала сумму, какая приходит. А тут 5 число и молчит. Я не знаю, может она за кордоном уехала в отпуск. Она все-таки девушка, может себе позволить выехать, поэтому не знаю даже. Но я думаю, в любом случае объявятся. Тут скоро уже за квартиру платить. Но пока молчит. Я надеюсь, что в этом месяце коммунальные будут поменьше, чем в прошлом. Я искренне на это надеюсь. Помните, я там говорил про новость в Инстаграме, что сейчас вот они там сделали все вот эти штуки по безопасности, чтобы вам не присылали, вам не написывали по куче сообщений, голосовых и так далее. Так вот. Я не знаю, кто это делает, но вот уже года как два кто-то постоянно мне написывает. Какую-то ерунду. Местами вообще такой трэш, что даже стыдно о таком рассказывать. Если честно, я не хочу. Вот сейчас скажете, блокирую таких. Я так и делаю. Только ничего не стоит им создавать новые аккаунты. Я уже устал их блокировать. Точнее, я не устал. Я буду продолжать это делать. Я только не могу понять, кто дальше продолжает вот это сталкерить меня. То есть я даже не понимаю, это девушка, парень, это подростки, это взрослые люди, там, я не знаю, бабушка, дедушка, это мужчина, женщина. Понятия не имею, кто это делает. Я постоянно блокирую и какую-то ерунду вечно пишут и пишут. Я уже даже не открываю сразу в блок, 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 но не устают же создавать новые аккаунты. Представляете? Мне не сложно, я еще миллион раз заблокирую. Просто не понимаю этих людей, что у них в принципе в голове. Да я особо не хочу даже пытаться. Такую дичь отъявленную иногда пишут, что иногда волосы последние на голове скоро отпадут от шока. Знаю, что это, конечно, обратная сторона всех медийных людей. Но я-то не медийное лицо, я просто голос. И все. Понимаете, может, я вообще не настоящий. Может, это голос искусственного интеллекта с вами разговариваю. По крайней мере, многие так считают. Короче, есть парочка каких-то неадекватных людей, которые вот два года уже меня достают. А я все эти два года не устаю их блокировать. Вот пристали же, понимаете. Я же к нормальным людям всегда открыто. Там точно не все хорошо, это поверьте, мне просто на слово. Даже какие-то фото кидали трэш. Ну вот то, что, слава богу, сейчас запретят. Вы представляете вообще себе? Вот так открываешь телефон, а у тебя там, ой, ужас. Да. И это непонятно еще, что это. Неприятная ситуация, понятное дело, что с этим можно жить. И это меня, представьте, еще не видят. А что было бы, когда вот, допустим, я сидел бы, как другие блогеры в эфире, да? Мемы еще, ладно, с моей физиономией можно выдержать. То некоторые же люди, они же готовы пойти дальше. Они же будут лепить там лицо, вырезать, непонятно на кого, непонятно на что, непонятно на каких сайтах. И потом вообще докажи, что это не ты, и тело не твое, и это вообще не там. Ну потому что люди заходят иногда слишком далеко. Меня это, честно, пугает. Найти каких-то виновных в интернете очень сложно, потому что я даже не понимаю, откуда эти люди. Ну в общем, ладно. Что в головах у этих людей, я не знаю, в любом случае хочется, чтобы все эти приложения как-то обезопасили людей. Ладно, я взрослый человек, а не пойми, что там вот, когда подростки, еще кто-то. Сталкивались вы когда-нибудь с такой проблемой, чтобы вас кто-то сталкерил? Может, вас до сих пор кто-то домогается и все выписывает и выписывает, а вы не понимаете до сих пор, кто это? У нас, кстати, тут я вчера прочитал новость, что мотоциклистам и другим автомобилям, у которых очень шумные, я так понял, эти все моторы и так далее, которые издают сумасшедшие звуки, от которых можно иногда просто, извините, в штаны наложить. Сейчас их будут штрафовать, чтобы они этого не делали. Я честно признаюсь, я не буду скрывать. Сейчас включу ворчуна, но я этому очень рад. Я понимаю, что они это делают ради выпендрежа, по-другому не назовешь, но их выпендреж очень плохо сказывается. Не только на меня, я вижу реакцию других людей. Знаете, когда ты идешь вообще, особенно полтора года войны, ты уже такой весь немного не в себе, и ты просто идешь постоянно в каком-то напряжении, о мыслях-думах, и тут вдруг едет эта машина или мотоциклист, как даст, и у тебя просто сердце в пятки улетает. Понимаете, это не шутки. Я всегда думал, боже, ну когда уже им запретят вообще тут ездить? Я понимаю, им хочется, но, блин, выделите им где-нибудь трассу, пусть там гоняют, но не по городу. Я не знаю, кстати, у вас как в городе-то возможно, там, где вы живете, в стране, в городе, вот такие вот. Ну вы поняли, да, как дрейфуют, или как это называется? Окно прям слышно, как вот, у меня дорога не прям вот возле дома, но рядом, недалеко, и когда даже закрыты окна, вот я сейчас сидел, записывал ролик, и я слышал, как опять ехала. Поэтому пока что штраф, я не знаю, как это будет работать, но надеюсь, что сработает. Можете называть меня как угодно, душ милой, но вот таким новостям я рад. А еще я тут недавно, значит, стоял в очереди в одном месте, неважно, и тут заходит, значит, девушка с парнем. Не заметить их было вообще невозможно, потому что они были очень яркими, видными. Видно, что они профессиональные спортсмены, может фитнес-тренера, может еще кто-то, я не шарю об этом, все, неважно. Были очень в прекрасной физической форме оба. Также они еще были одеты, максимально в спортивные наряды, обтяжные, чтобы, так сказать, видно было каждую мышцу, и я ее, естественно, рассматривал, особенно девушка. Ее бицепс мне даже показался побольше, чем у парня. Я такой подумал, ого, с ней шутки плохи будут, как даст, так даст. Хотя вы знаете, что я хочу сказать? На самом деле, вообще это все не так работает, потому что многим кажется, что если там девушка, не знаю, боксер, еще что-то, то сейчас она прям ушатает и так далее. Не-не-не, это вообще не так работает. Это все стереотипы, но они, конечно, прекрасная пара, это, знаете, тот случай, когда вот они смотрятся так круто вместе, когда люди живут в гармонии, на одной волне, они так подходят друг к другу, вообще прям крутые ребята, я их прям рассматривал как экспонат, особенно девушку. Я просто сравнивал, у кого рука больше, у нее или у него, но мне вот что-то показалось, при том, что она, естественно, чуть ниже роста, поменьше килограммов, естественно, но в процентном соотношении, мне кажется, она так покрепче его будет, но прям такая эффектная пара. Вот так вот, ребята. А так в целом, все нормально, держимся, кстати. Я тут сидел на лавочке вчера вечером, ну, немножко подышать, тяжелый день был, я вам рассказывал ролик, записывал, кстати, я надеюсь, что сейчас я закончу и ролик запишется, потому что второй раз записывать у меня просто нет сил. Я, во-первых, напоминаю, что завтра выходной, меня не ждите, я, как обычно, к вам вернусь в понедельник. Но я вот вчера вечером просто вышел посидеть, подышать немного воздухом, и тут меня зацепил мой сосед. Он просто увидел, что я сижу, я же не буду убегать от него, как сумасшедший, да, и он просто присел мне на ухо ненадолго. Я буквально пять минут еле это выдержал и сказал, что все, мне пора. Он сказал, что типа все завязал, всех послал, всех заблокировал, все такое прочее. Пошел в зал спортом заниматься, вот. Я говорю, и шо, давно спортом занимаешься? Говорит, вчера. Я говорю, ну дай бог. Говорю, удачи. Вот так вот, ребят. Он опять там, что пытается типа ладить контакт, но я ему говорю, не-не-не, ты просто прими эту ситуацию, займись своей жизнью, и все, хватит. Ты уже меня сталкерить, потому что по-другому это не назовешь. Ну, короче, вот так вот, ребят. Сказал, что все. Я, конечно, в это не верю. Очень хотелось бы. Я надеюсь, что я ошибаюсь, но время покажет. В общем, вот так вот. На сегодня у меня все. Я думаю, достаточно. Большое спасибо за то, что вы были со мной. Я вам всем желаю прекрасных выходных. У кого день рождения и именины, я, как всегда, от всей души поздравляю с вашим днем. Желаю вам здоровья, крепкого-крепкого, мира, достатка, любви, чтобы рядом с вами были классные люди, которые будут всегда вас одаривать замечательными эмоциями. Вот я вам этого всем желаю. Будьте счастливы. До понедельника, ребят. Мирного неба над головой. Пока-пока.